Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из города-курорта Анапе. Мы находимся на парковке Красной площади от Астраханская, 99. Пункт приема гуманитарной помощи. Время помогать людям. Мы с вами все лето собирали по QR-коду помощь для наших солдат и вложили в приобретение вот этого автомобиля. Сейчас обо всем подробно расскажет нам Амазас. Всем привет! Как вы видите, наша команда «Время помогать людям» продолжает работу. Сегодня мы собрались, у нас такой повод хороший. Мы приобрели совместными усилиями вот этот УАЗик, который сегодня отправляется на фронт. Как вы видите, у нас стоит наш друг, мотив, человек, которому мы уже не раз ездили на фронт с тобой, Юр. Вместе были даже там под бомбежкой. После таких вещей люди еще больше как-то друг к другу лучше относятся и дружат. Друзья, мы долго искали эту машину. Мотив полкраснодарского края объехал, пока все-таки нашел ее. Да, очень много людей участвовали, подписчиков скидывали, средства. Но вот основные суммы большие у нас ребята внесли, которых бы я хотел представить. Это вот Ярослав. Кем работаешь? Я, здравствуйте. Я работаю бизнес-аналитиком в компании «Ростелеком». Человек, который уже не одну машину приобрел, помог приобрести и отправить на фронт постоянно в чатах, ведет себя очень активно. Люди, которые держат активный образ жизни, они вот потом вот и приходят и сами с нами продолжают работу еще сильнее и крепче. И также вот Кирилл, тебе огромное спасибо. Больше половины суммы стоимости вот этой машины внес. Кирилл, ты где работаешь? Представься. Я тоже этичник, можно сказать, но у меня более такое специфичное направление. Я занимаюсь сервис защиты авторских прав. Выявляем нарушения и защищаем права креативных. То есть кибербезопасность, да? Нет. Это больше АйТи и больше креатив. Все, что связано с интернетом, это... В общем, я это не понимаю, но понял, с ним безопасно, короче, если что. В нашей прошлой жизни тоже АйТишник. Вот так бывает, да? Ничего себе. Наши девочки, наши волонтеры. Люди, которые просто и днем, и ночью работают. Плетут сети, шьют балаклавы. Одеяло, которое укрывают от тепловизора. Флискин. Безрукавки. В общем, у нас пошел швейный процесс, и мы теперь будем, наверное, многочислить. Всех просто не успели пригласить. Пункт же у нас еще и в Гастагае. Девочки там работают на Красной Горке, в Анапской. Всем привет передаем. Всем огромное спасибо за ваш труд, за ваш вклад в победу. С общими усилиями, конечно, мы победим. Время помогать людям. Мотив, ты ко мне обратился, сказал, что вазику требуется инструмент. В любом случае? С тех денег, которые скидывали, еще приобрели инструмент. Поэтому... Смотри, дюжики. От души. От души. Вам спасибо за ваш труд. Без вас было бы сложнее. Спустя несколько дней, мучительных поисков по Краснодарскому краю, нашли вот этого Хантера. С дизелом мотором. Мамбелевский турбодизель. Машина живая, обслуженная, была полеорганизацией. Перебрали ее, привели в порядок. Когда я сказал, куда машина поедет, сначала не хотели мне ее продавать. Не хотели брать на себя ответственность. В итоге, я проехал 200 километров с места покупки до Анапы. Ничего из того, чтобы ребята про нее не рассказали, ничего нового я не нашел. Машина в том состоянии, в котором мне ее описали. 200-километровый марш прошла вообще отлично без проблем. Чувствуется, что и движок перебран, и коробка в хорошем состоянии. Плюс у ребят она тоже была рабочей. Но изначально сняты задние сидения и стоят скамейки. Из этой машины можно будет выбегать одновременно во всех направлениях при необходимости. Ну и внутри гуманитарка, которую фонд «Время помогать людям» собрал для меня, для моего подразделения. Здесь на видео я размещу, друзья, реквизиты фонда. То есть вы можете помогать им напрямую. Но я от души благодарен каждому подписчику. Мы около 4-х с небольшим месяцев собирали денежки и вложились в эту машину. Это очень круто, что мы смогли это сделать. Потому что изначально ребята рассчитывали купить «Ниву». Она была дешевле и денег им хватало. Но когда приехали, их немножко обманули, наши продаваны. И получилось так, что они остались без машины, без вариантов. Они попросили нас помочь, и мы им с вами не отказали. А это важно. Всех благодарю. Всех, кто не остается в стороне. Всех, кто приходит, приносит какие-то гуманитарные вещи для наших дорогих солдат. Это всегда надо. И также тех, кто поддерживает их любыми способами. Не обязательно через меня. Ребят, очень много вариантов. Спасибо всем, кто не говорит, что меня это не касается. Это наши с вами солдаты. Защищают они с вами наши жизни. И очень хотелось бы, чтобы скорейшее мирное небо наступило. Но пока живем, как живем. От души. Низкий поклон нашим солдатам. А вам, ребята, огромное спасибо. Всем пока.